В Екатеринбурге на Царской улице в одноименном культурно-просветительском центре, который рядом с храмом на крови, на открытии исторической экспозиции «Железный хребет России» митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений отпрезентовал гостям очень весомый во всех смыслах экспонат. Метровый кусок старинного рельса, произведенного на Демидовском заводе в 1896 году. Вот результат и присистенция всех трудов железнодеятельных здесь, на Урале. Спасибо всем, кто ее добыл и принес. Другие экспонаты выставки, приуроченной 350-летнему юбилею со дня рождения первого российского императора Петра Великого, конечно, не столь тяжеловесны. Есть даже совсем небольшие, легко в детской ладошке умещаются. Зато очень интересные, скажем, угольные жетоны из уральской меди, которые получали крестьяне, приписанные к уральским заводам. Каждый из них за сезон должен был доставить на завод от 70 до сотни коробов с древесным углем. И за каждый короб он получал угольный жетон. А древесный уголек, главное топливо для уральских железоделательных заводов, по лесам тогда не валялось. И в супермаркетах, в мешках, как сейчас, его купить было невозможно. Свистные мужики сооружали из бревен специальные чумы, типа печки с жерлом вместо дымохода. Обкладывали их дерном, внутри проделывали дырки в качестве поддувал, а верхнее жерло засыпали отщипом, который поджигали и ждали, когда бревна прогорят. Поддувало потом закрывали, печку-самоделку остужали, разбирали и извлекали древесный уголь. Говорят, из восьми кубов березы удавалось выжечь тонну угля. Каторжный труд. Но таковы были петровские времена, и не только для уральцев. Коллекционер Юрий Коровин представил на выставке несколько своих экспонатов. Чудом сохранившуюся рукоять шпаги гражданского чиновника. И мужицкий бородовой знак, похожий на царскую монетку петровских времен. Этот медный жетон в 1710 году являлся небумажной квитанцией об уплате особой пошлины за ношение бороды. А еще на выставке на стендах под стеклом были выставлены знаки отличий родов войск Петровской поры. И денежные знаки тоже. Множество предметов старины и мирской, и духовной. И экспонаты, рассказывающие о становлении горнозаводского дела на Урале. Выставка в центре царской продлится до осени, до 27 сентября.